Строительство моста через Лену может начаться в 2018 году. На площадке Восточного экономического форума глава Якутии провел переговоры с руководством китайской компании «Синагидра» по вопросам строительства моста. Егор Борисов сообщил партнерам, что в районе Якутска созданы все условия для формирования крупного логистического центра, который соединит три федеральные трассы с железной дорогой и международным аэропортом. Напомним, что в июне этого года по итогам третьего заседания Межправительственной комиссии по российско-китайскому инвестиционному сотрудничеству проект обрел государственный статус. Во время встречи представители китайской компании попросили у Егора Борисова содействие в ускорении процедуры передачи необходимых материалов, а также поставили ряд уточняющих вопросов, ответы на которые он согласился предоставить в течение двух недель. Комментарии по этому поводу нашей программе дал первый заместитель председателя правительства Якутии, министр экономики республики Алексей Стручков. Также на полях форума стоялись переговоры с представителями компании «Синагидрокорпорейшн», которые проявляют интерес к реализации нашего самого крупного и масштабного транспортного проекта, проекта «Строительство мостового перехода через реку Лена». И достигнута договоренность, что в течение сентября компании будет актуализирована финансовая модель проекта, и после этого компания с частной конституционной инициативой обратится в правительство Российской Федерации для дальнейшей реализации проекта на условиях концессии. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке привлечет кадры для ТОРов в Якутии. Договор о мероприятиях, направленных на привлечение специалистов, подписали на площадке экономического форума. Согласно документу, Якутия модернизирует систему госзаказа для подготовки специалистов в вузах для обеспечения инвестпроектов с участием корпорации развития. Также регион возьмет на себя обязательства по финансированию мероприятий, связанных с эффективным использованием трудового потенциала. В свою очередь, корпорация развития возьмется за реализацию инвестпроектов, которые обеспечат создание рабочих мест. А Агентство по развитию человеческого капитала осуществит комплекс мер по обеспечению трудовыми ресурсами производств, созданных в ТОРов Якутии. При всех тех желаниях привлекать инвестиции, создавать производство, развиваться, нам необходимо решать вопросы кадров. Поэтому мы в рамках работы форума, Восточно-экономического форума, провели ряд встреч, самых важных. Мы вот сегодня подписали конкретное соглашение для того, чтобы заниматься подготовкой кадров в республике, все-таки разговаривать человеческий капитал в республике, мы с Агентством подписали. До этого я встретился с руководством ВОЗ Киуза Раша, для того, чтобы заниматься вопросами подготовки рабочих кадров. И мы договорились, что будем в следующем году проводить большие дальневосточные соревнования по рабочим специальностям, не только среди учебных заведений, но и среди трудовых коллективов. Поэтому для нас кадры, как все время говорят, это все. Поэтому этот документ для нас очень многое значение.